МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационно-аналитическую программу Объектив итоги в студии Анны Акрамова. Я и мои коллеги готовы рассказать о наиболее значимых событиях. Сегодня в выпуске. Надо лучше прибирать. Сегодня глава Вячеслав Тюменцев проверил качество очистки городских территорий. В первую очередь, это маршрут, по которому 1 мая пройдут праздничные колонны. Муниципалитеты региона продолжают борьбу за финансовую поддержку объектов благоустройства 2023. В Новоурайске в лидерах аллея трудовой славы. За нее отдали свои голоса уже более 800 человек. В Новоурайске с 26 апреля начнется прививочная кампания среди подростков прямо в школах. Медики сами будут выезжать в общеобразовательные учреждения округа. Пятеро новоуральцев принимают участие в отборочном этапе на 12Skills. Состязания проходили в отраслевом центре компетенции Новоуральского технологического колледжа. Грубое нарушение правил дорожного движения. Водитель не предоставил преимущества движения пешеходу. К счастью, трагедии не произошло. Памятник помыли, мусор и прошлогоднюю листву убрали. В субботу в преддверии Международного дня памяти о катастрофе на Чернобыльской атомной электростанции в Новоуральске им привели в порядок аллею памяти Чернобыля. Хрупкость бытия. Хореографические картины в исполнении студии свободного танца «Грани» были показаны в ДК Новоуральске в честь дня рождения этого народного коллектива. В завершении расскажем, кто же стал лучшим в состязании танцевальных команд «Тинейджер-лидер». Об этих и других темах далее. Город готовится к предстоящим майским праздникам. В уборке, кроме дорожно-коммунальной службы и управляющих компаний, участвуют все предприятия и организации. Коллективы выходят на традиционные весенние субботники. Тем не менее, в Новоуральске еще не везде чистота и порядок. Сегодня глава округа Вячеслав Тюменцев вместе с руководителями служб ЖКХ проехал по главным маршрутам и улицам, где будут проходить мероприятия 1 и 9 мая. На объезде побывала моя коллега Мария Антонова. Тракт это проходил или нет? Да, проходил. И почему? Не убрал? Один раз прошел, что ли, и все? Рабочая встреча о ходе уборки города началась с обхода прямо от здания администрации. Глава вместе с заместителями и руководителями Дорожно-коммунальной службы и управления городским хозяйством прошел по маршруту по улице Ленина, по которому 1 мая будут двигаться праздничные колонны. Эти территории убирают в первую очередь. Претензии есть и к службе ДКС. Не везде убраны остатки противогололедной смеси, грязь на тротуарах и обочинах. Дворовые территории тоже не везде в порядке. Это зона ответственности управляющих жилищных компаний. Также есть вопросы по состоянию памятника в сквере дружбы. Мы с коллегами прошли сейчас по улице Ленина, потому что сейчас идет у нас уже подготовка к первомайским праздникам. Пока ситуация не удовлетворительная. Есть замечания. Коллеги сейчас все записали. Сейчас максимальное количество усилий будет сделано для того, чтобы привести город в порядок. Мы здесь выбрали такой удачный ракурс. Новая машина, кстати, вот эта, которая привлечена у нас в этом году, пришла, моют дорожное ограждение, помытое ограждение будет по всей территории. Плюс еще и прилегающие территории, это управляющая жилищная компания, тоже будут обязаны прибрать. Я думаю, что работу над ошибками сделают. В течение шести дней вся уборка будет закончена по улице Ленина. Ну и другие улицы, конечно, тоже мы упускать не будем. У нас проходят еще параллельно субботники плюсом, то есть в том числе и по улице Ленина. Поэтому я приглашаю жителей не быть равнодушными, тоже поучаствовать в субботниках, в том числе и на внутриквартальной территории. И прибрать свой дом, чтобы в своем доме было чисто. Далее проверили состояние территории между торговыми центрами на улице Комсомольской. Глава обратил внимание УГХ, что необходимо помыть детский игровой комплекс и привести в порядок специальное покрытие. Состояние тоже неувстворительное, я считаю. Конечно, большой мусор уже убрали, коллеги знали, что будет объезд. Тем не менее, есть что сделать. Мы сейчас говорим даже вот эти светильники, фонари. Тоже помыть, потому что много лет ими не мылись. Но имеет место быть проблема с эксплуатирующей организацией данной площадки. Первоначально ее закрепили за торговым центром. Но мы видели, что очень плохо эксплуатируют. Поэтому сейчас эксплуатацией будет заниматься управлением городского хозяйства у нас. Ровно как и все другие игровые площадки было принято такое решение. Но тем не менее, сегодня буду с Вячеславом Михайловичем Лобуном разговаривать. Мы закрепили за торговыми центрами территорию определенную. И контрольный выезд будет сделан. И обязательно, я думаю, что наши коллеги из торговых центров, я думаю, тоже должны провести субботники и сделать так, чтобы было чисто. Далее рабочая группа проверила ход ремонта участка быстротока на русле Бунарки напротив музыкальной школы и состоянии аллеи трудовой славы. Одной из трех территорий, которые в эти дни участвуют в народном голосовании по благоустройству комфортная городская среда. Жители видят, что аллея находится в очень неважном таком состоянии. В этом году аллея исполнится 50 лет уже. Конечно, нужен ремонт, безусловно. Поэтому вот мое личное мнение, и я сам его выразил уже на площадке голосования, надо поддерживать благоустройство аллеи трудовой славы. Но жители могут иметь свое мнение и выразить иные предложения. У нас, я напомню, три проекта. Это экспонаты привокзального микрорайона, это аллея трудовой славы и аллея рабочей молодежи в южном микрорайоне. Но я считаю, что, наверное, целесообразнее было бы все-таки благоустроить аллею трудовой славы, потому что у нас сейчас прекрасная аллея молодежи. Следующая – это аллея трудовой славы. Ну и мы планово будем переходить уже в аллею боевой славы к нашему юбилею победы. Двигаясь в сторону Вечного огня, глава обратил внимание, участников рабочей группы, на то, что порядок на своей территории должен обеспечивать и подрядчик, который строит новый торговый центр на перекрестке улиц Первомайская-Комсомольская. Мусор, в том числе строительный, надо вовремя убирать. Далее проверили состояние аллеи боевой славы. Там еще предстоит большая уборка. Должны отмыть и ступени монументы, и тумбы с названиями «Городов-героев». Традиционно к 9 мая подготовим аллею победы. Сам памятник, мемориал нужно здесь будет нам повторненько еще раз качественно все промыть, подготовить. Также посмотреть на «Города-герои», тоже помыть. Ну и совместно с ДКС общую уборку осуществить уже по всему парку. Уборка города идет поэтапно. По данным ДКС после зимы с улиц вывезено около 400 тонн мусора. До 1 мая гостевые маршруты и территории, задействованные в праздничных мероприятиях, должны быть прибраны качественно. Перед ДКС поставлены большие задачи. Необходимо привести город в порядок. В том числе и территории, где будут проходить праздничные мероприятия. Конечно, в первую очередь, где будут за Ленина, улица Мачурина, Садовая, Первомайская и Комсомольская и Победы. ДКС главой выданы поручения по результатам обхода и объезда. Сейчас те недостатки, которые были выявлены, будут устранены на этой неделе. Из недостатков – это наличие листвы, где-то наличие песка на тротуарах. Сейчас все силы будут направлены на устранение этих недостатков. По состоянию на 22 апреля с улиц города вывезено 400 тонн мусора. Дорожно-коммунальной службой задействовано 50 человек дворников. Это ручной труд, 15 человек дорожных рабочих, 5 поливомоечных машин, 2 вакуумно-подметальных машины, 1 подметально-уборочная машина. Вся техника задействована, сейчас работает на улицах. Мария Антонова, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. С приходом весны городские территории оттаяли от снега, обнажив мусор и грязь. Новоуральцы активно выходят на субботники, чтобы прибрать город к майским праздникам. Это уже хорошая и давняя традиция, когда во дворах на очистку территории выходят дружно соседи. Вместе с управляющей компанией всего прошло с начала сезона 23 субботника. Активно подключаются к майовками работники городских предприятий и организаций. Состоялось 15 таких субботников, а это 350 человек. Из города в эти дни ДКС вывезло 400 тонн мусора. Завтра, 26 апреля, Международный день памяти о катастрофе в Чернобыле. Традиционно перед этой памятной датой ветераны, участники ликвидации последствий радиационной аварии на АЭС собираются на своей аллее и проводят субботник. В эти выходные к ним присоединились ученики 40-й школы и воспитанники Центра патриотического воспитания. На субботник вышли участники ликвидации последствий радиационной аварии на Чернобыльской АЭС вместе с ребятами и педагогами из городских школ. Для ветеранов это традиционное мероприятие. Аллею приводят в порядок, моют стелу два раза в год. Мы всегда проводим два раза в год экологический субботник. Это перед 26 апреля, в субботу. И в сентябре месяце, когда у нас 29 сентября, авария на маяке. На мероприятие пришли ученики со школы номер 40, это Южный район, и Центр патриотического воспитания. Мы с ними дружим всегда и они нам всегда помогают. Мы чернобыльцы, мы красоту берегом. И в честь нашего, как его, памяти хорошего. Я считаю, что это долг каждого выйти и поработать немного. Привести в порядок город. Я чернобылец, участвовал в ликвидации последствий аварии. Повидаться с друзьями. Поэтому, да, и повидаться с ребятами, с чернобыльцами. В помощь ветеранам ребята и преподаватели из 40-й школы. Я пришел сегодня сюда с моими учениками. Я их классный руководитель. Это мой пятый Г-класс, мои парни. Когда я им сказал, что у нас субботник планируется на территории памятника мемориалу чернобыльским атомной электроцентрации, значит, они не задумываясь согласились. У нас в школе есть музей Чернобыля. То есть ребята в курсе, что 26 апреля 1986 года была авария на Чернобыльской атомной электростанции, что многие ликвидаторы из нашего города, в том числе, участвовали в ликвидации последствий этой аварии. То есть это все ребятам, конечно же, рассказывается, показывается. Вот лично я вот не в первый раз. Мне уже доводилось убирать одну алию, только это было не здесь, я просто был в другом городе. А так мне очень нравится. Это, можно сказать, некий подарок для Ленина, так как у него вчера был день рождения. Также к уборке аллеи присоединились воспитанники Центра патриотического воспитания. Мы со своими волонтерами Центра патриотического воспитания ежегодно выходим на эту акцию. У нас, так скажем, дружба с общественной организацией «Союз чернобыльцев». После субботника приходят наши кадеты, это курсанты военно-патриотического клуба «Рекрут» на митинг. Затем у нас встреча запланированная 27 апреля у нас в Центре патриотического воспитания со студентами, с нашими курсантами, с нашими воспитанниками, с волонтерами, с общественной организацией «Союз чернобыль». Юное поколение работало с энтузиазмом. Ветераны рады таким помощникам. Ребята – это есть ребята. Мы же такие же были все. Если вовремя остановить далеко, пойду. Так и весь город приберут. Да вы что, такой красивый город. Ребята обещают и впредь помогать взрослым убирать родной Новоуральск. Идете еще прибирать? Да! Наталья Рау, Мария Антонова, Павел Сизов. Объектив. Итоги. В продолжении темы благоустройства в Свердловской области продолжается онлайн-голосование за общественные территории, которые преобразятся в 2023 году. К утру 25 апреля свой выбор на единой федеральной платформе 66.городсреда.ру сделали уже более 80 тысяч уральцев. Как напомнил глава регионального Минжика Ха Николай Смирнов, основополагающим принципом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» является максимальное привлечение к его реализации жителей. Какие общественные территории должны быть приведены в порядок и стать современными, общедоступными городскими пространствами, с обустроенными газонами, тротуарами, хорошим освещением, уютными зонами отдыха, должны решать сами горожане. Самым объективным индикатором этих запросов, уверен министр, является рейтинговое голосование. Цитата. Подчеркнул министр ЖКХ Николай Смирнов. Напомним, голосование за объекты благоустройства на платформе 66.городсреда.ру стартовало 15 апреля. Оно продлится до 30 мая включительно. Принять участие в нем могут все уральцы старше 14 лет. За объекты благоустройства голосуют и в Новоуральске. На сегодняшний день проголосовало почти полторы тысячи человек в лидерах Аллея трудовой славы. За нее отдали свои голоса около 800 человек. За эспланаду в привокзальном районе и Аллею рабочей молодежи примерно паритет чуть более 300 голосов. Напомню, проголосовать за объект для будущего благоустройства можно на портале 66.городсреда.ру. В Новоуральске идут отборочные соревнования на конкурс инженерных профессий. В Новоуральском технологическом колледже с 19 по 21 апреля проходил отборочный этап на 12Skills. Пять инженеров соревновались в компетенции электроника. За ходом состязания вместе с экспертами следила моя коллега Наталья Рау. В тихой и спокойной обстановке идет соревновательный процесс. Пять рабочих мест для конкурсантов со всем необходимым оборудованием расположены здесь, в центре компетенции Новоуральского технологического колледжа. Ребята, получив определенное задание, выполняют работу. За процессом следят эксперты отборочного этапа отраслевого чемпионата 12Skills, как говорится, вживую, а также с помощью видеокамер. Необходимо, конечно, хорошее образование в области электроники, знания физики, математики. Очень желательный опыт работы с электронным и измерительным оборудованием. Ну и довольно широкий набор навыков в плане практической работы. То есть надо владеть ручным инструментом, паяльником, владеть компьютером, моделированием электронных схем с помощью компьютера, разработке печатных плат. Ну, у нас очень многоплановая компетенция, поэтому проверяем много навыков. Нужен универсальный специалист в области электроники. Константин Виноградов – эксперт инженерных состязаний с 2017 года, когда впервые съездил на AtomSkills. А с 2019 года он главный эксперт 12Skills. Говорит, что ежегодно участники разные – и студенты, и работающая молодежь. Но у всех конкурсантов большое желание продемонстрировать свои компетенции и выйти в финал. Этот отборочный этап на чемпионат проходит в компетенции электроника. Участие принимают пять ребят. Все они сотрудники разных предприятий. Это инженеры-электрики, слесари КПА, наладчики электронного оборудования. Среди пяти – претендентов и Сергей Горбунов – инженер научно-производственного объединения Центратех. Он достаточно опытный участник. Проверял свои силы и знания на AtomSkills, заняв почетное третье место, и на WorldSkills High Tech, став лучшим на чемпионате. И второй год принимает участие на отборочном этапе 12Skills. А почему решили еще раз поучаствовать? Ну, это же соревновательный дух. Как бы всегда охота показать свои знания, умения и оказаться среди лучших. А вот сегодня, я так понимаю, по электронике соревнуетесь? Компетенция электроника, да? Да, совершенно верно. Да, электроника. Сложно, не сложно? Расскажите про задания. Ну, задания, с одной стороны, сложные, они интересные. То есть, занятие электроникой, оно всегда дает какой-то интерес. Вот, поэтому их нам задают загадки, вот, мы их разгадываем. В этом интересы заключаются. Сергей Горбунов – наглядный пример успешного человека, который, следуя народной пословице, где родился, там и пригодился. Достаточно твердо и уверенно идет к своей цели. После окончания новоуральского филиала МИФИ пришел работать на УХК, а затем и в научно-производственное объединение «Центратех». Свои фундаментальные знания и опыт, помимо работы, периодически проверяет на престижных конкурсах. Он хороший специалист, который отдает свои силы и умения родному новоуральску. Но на прошлые заслуги здесь не смотрят. На конкурсе нужно показывать все свои профессиональные компетенции, выполняя задания точно и правильно. А места отборочного этапа 12Skills распределились следующим образом. Первый Сергей Горбунов, за ним Павел Рассеев, Михаил Скореев, Артем Афанасьев и Максим Вишняков. Лучшие будут представлять Новоуральск на AtomSkills. Надо сказать, что наш город не первый раз участвует на таких престижных соревнованиях инженерных профессий и каждый раз привозит призовые места. А это значит, что наши ребята – сотрудники промышленных предприятий, квалифицированный персонал, который не только успевает выполнять свою работу, но и повышать компетенции, в том числе активно участвуя на отраслевых чемпионатах. Пожелаем удачи нашим землякам. Наталья Рау, Иван Вахмяков, «Объектив. Итоги». К другим темам. В Роспотребнадзоре заявили, что полное исчезновение COVID-19 маловероятно. Скорее всего, он останется навсегда и периодически будет вызывать новые волны заболеваемости, заявил РИА Новости, руководитель научной группы разработки новых методов диагностики и эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Поэтому вакцинация до сих пор остается самым действенным способом защиты от новой коронавирусной инфекции. В Новоуральске с 26 апреля начинается прививочная кампания среди подростков прямо в школах. Медики сами будут выезжать в общеобразовательные учреждения города и прививать ребят старше 12 лет. Напомним, прививка для подростков называется «Спутник М». Она двухкомпонентная. Согласие от родителей нужно школьникам до 14 лет. Готов к труду и обороне. Возрожденный советский физкультурно-спортивный комплекс активно развивается. Жители России от мала до велика выполняют нормативы, чтобы получить заветные знаки. Накануне в Новоуральске вручили часть из них по итогам минувшего года. Расскажет Дарья Максимкина. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Кедр-Южный» состоялось торжественное вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». По итогам 2021 года. Заслуженный мастер спорта России, бронзовый призер зимних олимпийских игр в эстафете по шорт-треку Юлия Ивановна Власова торжественно вручила 37 участникам знаки отличия ГТО разного уровня и удостоверения к ним. Это спорт, это достижение своих каких-то побед личных у каждого, это здоровый образ жизни, это в принципе норма жизни. Среди награжденных Алексей Володин. Его путь к золотому знаку комплекса был непростым, но шаг за шагом удалось достичь долгожданного результата, чему Алексей несомненно рад. На вручение знака он пришел с дочерью, ведь именно на таких примерах нужно воспитывать подрастающее поколение. Чтобы дойти до золотого значка, потребовалось пятилетка развития, потому что в комплексе ГТО есть и выносливость, и гибкость, и меткость. ГТО в принципе гармонично развивает человек. На вручении знаков комплекса присутствовало много горожан самого разного возраста, но это далеко не все. Кто-то сам не смог подойти, а некоторые пока в ожидании заветного заслуженного знака. С первой по четвертую ступень серебряных и бронзовых знаков пока что не было, то есть еще не успели изготовить. То есть люди сдают на разу быстрее, чем изготавливаются знаки. Нормативы комплекса принимаются регулярно. Некоторые виды, например, лыжные гонки или кросс по пересеченной местности, зависят от сезона и погодных условий. Другие, к примеру, зальные виды, можно выполнить круглогодично на базе центра тестирования. С 28 апреля будут зальные виды, на май еще пока не планировали, но уже тает снег, снег почти стаял, то есть погода хорошая, будем принимать нормативы по бегу. Комплекс «Готов к труду и обороне» – это то, что помогает человеку расти физически, преодолевая себя. Выполнить все нормативы может только тот, кто уверен в себе и в своих силах, кто готов бороться и достигать вершин. Практика показывает, что в Новоуральске таких людей много. Дарья Максимкина, Виктор Малышев, Антон Пылаев. Объектив. Итоги. Администрация Новоуральского городского округа приглашает принять участие в природоохранной акции «Сдай макулатуру, спаси дерево». С 25 апреля по 31 мая в Свердловской области пройдет эко-марафон. Победители и участники будут награждены премиями, благодарностями и ценными призами. Основная задача акции – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов. К участию приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании, другие учреждения, а также активные жители Новоуральского городского округа. Все организации жителей, собравшие более 300 килограммов макулатуры для отдаленных районов от 500 до 1000, могут оставить предварительную заявку на сайте «Сдайдефизбумагу.рф» и сдать макулатуру. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции. График вывоза макулатуры необходимо уточнять у координатора Шишуковой Натальи по телефону 8 913 088 38 08. Уже в 26-й раз молодежь Новоуральска объединила полюбившаяся многим игра «Тинэйджер-лидер». О том, как прошел финал состязания, расскажет Елена Мельникова. Три, два, один! Несмотря на то, что «Тинэйджер-лидер» – это состязание для танцевальных команд города, на мероприятии всегда царит атмосфера дружбы. Игра проходит в несколько этапов, а ее итогом становится гала-концерт, куда отбираются лучшие номера. Юных танцоров и танцовщиц приходят поддержать близкие люди, а за их отточенными движениями наблюдает жюри конкурса. Команда «Победитель» становится участником областного фестиваля молодежной клубной культуры «Тинэйджер-лидер». В целом, я думаю, что это очень нужно, такой вот городской танцевальный фестиваль, можно сказать, что объединяющий множество школ, есть представители доп. образования, есть студическая молодежь. Впервые за два года проводится вот в таком формате. То есть у нас в прошлом году был гала-концерт, юбилейный, 25-й, в этом году 26-й, и мы вот наконец-таки этапы проводим вот в таком живом формате. Очень приятно всех видеть, вот прям душа радуется. Помимо заготовленных номеров, командам предстояло пройти ряд испытаний, конкурсы-экспромты. В этом году ребятам предстояло погрузиться в разные эпохи. Не каждый сумеет без подготовки, быстро сообразив, выдать ряд движений на заданную тему, но команды справились. За два года пандемии у ребят не было возможности воочию пообщаться, поэтому 26-й «Тинэйджер» стал для них глотком свежего воздуха, возможностью встретиться с единомышленниками и обменяться идеями. Как вы долго готовились вообще к этому конкурсу? Ну, достаточно долго, потому что два этапа было онлайн, и было сложно адаптироваться потом. Интересное задание, так как этот год посвящен культуре, и мне кажется, эти задания тоже развивают знания тинэйджеров о культуре России. Я решила принять участие в этом конкурсе, потому что меня, в принципе, привлекают танцы. Я здесь ухожу на танцы, и это возможность дать свою эмоцию на дело. Все нравится, пока что нормально. Долго готовились к этому конкурсу? Да, достаточно. Это максимально интересный опыт, это максимально интересное мероприятие, на которое нас привлек наш руководитель Матвеева Яна. Очень хороший хореограф, который нам помогает во всем. Именно благодаря ней у нас начался этот путь. Мне кажется, что это мероприятие общественной направленности, довольно развлекательное, веселое. Нам довольно даже интересно было просто даже номер ставить, все это учить инициаторам. Ну, естественно, наши руководители Анна Андреевна Брегунова и Елена Юрьевна. Танец очень сильно помогали вообще все просто, все все ставили, все все делали. Сейчас задания были очень хорошие, это такой драйв, адреналин, незабываемые ощущения. Кто следующий будет участвовать в Тинейджер Лидер, советую, советую, просто советую. Это реально круто. В этом году победителями конкурса стали команды 41-й гимназии «Биг Смайл», 40-й школы «Мэйк Ю Мув» и «Слипи Стюденс» Новоуральского технологического колледжа. А честь представлять наш город на областном фестивале, который состоится 1 и 2 мая, выпала командам «Вега» и «Мэйк Ю Мув». Поздравляем ребят с отличными результатами и желаем им новых успехов и побед. Елена Мельникова, Иван Бахмяков, «Объектив. Итоги». Вы смотрите программу «Объектив. Итоги». Коротко о главных темах второй части этого выпуска. Опыт безопасного обращения с РАО. На прошлой неделе Новоуральск посетила делегация из Белоруссии, которую возглавил Михаил Махадюк, заместитель министра энергетики соседнего государства. В Новоуральске водитель создал аварийно-опасную ситуацию на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на улице Первомайской. Обошлось без жертв. Голоса, которые звучат в унисон, концерт объединил хоровые коллективы детской школы искусств. Об этом и другом далее. Акционерное общество «ТВЛ» базовая организация госкорпорации «Росатом» по выводу из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов различной сложности поделилась опытом работ в этой области с представителями Министерства энергетики Белоруссии. Отметим, что на минувшей неделе Новоуральский ППЗРО посетили с техническим туром и СМИ региона. Тему продолжит Мария Антонова. Российская Федерация и Республика Беларусь имеют многолетнее сотрудничество в области использования атомной энергии в мирных целях. Специалисты топливной компании «ТВЛ» поделились опытом работ в этой области. Мы должны весь тот опыт, который есть в Российской Федерации, тиражировать, распространять и активно делиться, заметьте, на безвозмездной основе с нашими партнерами. Мы работаем сейчас по выводу из эксплуатации объектов и в Узбекистане, и в Кыргызстане, и в Таджикистане. Поэтому, когда у наших белорусских партнеров возникают вопросы в этой части, мы не можем не распространять и не тиражировать наш опыт. Поэтому вот сейчас проблематика, по которой приехали коллеги, она касалась именно ППЗРО. И поэтому вот этому было уделено наше основное внимание. Но поскольку мы находимся на территории Новоуральска, и у нас здесь есть крупнейшие предприятия, вы знаете, это и крупнейшее обогатительное предприятие ВХК, это и крупнейшее предприятие по неядерным бизнесам, инновационное в полных смыслах этого слова, НПО «Центротех», мы не могли не показать то, что называется попутно, на те наши наработки, которые есть в других сферах бизнеса. И я очень надеюсь, что действительно то, что мы показали, наших белорусских партнеров очень заинтересует. ВЭЛ является отраслевым интегратором по выводу из эксплуатации. И все, что касается подготовки концепции вывода из эксплуатации АЭС, все, что касается вывода из эксплуатации действующих объектов, которые есть сейчас тоже в Республике Беларусь, мы тоже готовы оказывать всяческую поддержку, ну там вплоть до проведения работ. Вы знаете, что на Центре компетенции у нас по каждому объекту из выводов из эксплуатации в Российской Федерации созданы. Отметим, что атомная энергетика соседнего государства развивается, Первый блок Белорусской атомной электростанции запустили в ноябре 2020 года. Российский опыт и разработки в сфере обращения с РАО – это для Дружественной Республики большая помощь. Напомним, в Новоуральске находится первый и пока единственный в стране пункт финальной изоляции радиоактивных отходов 3-го и 4-го классов. На днях начали эксплуатацию второй очереди объекта, который построен с учетом лучших мировых практик. Сначала все упаковки с РАО попадают в здание входного контроля, где контейнеры проходят проверку на соответствие с критериями преемственности, а затем уже транспортируются на карту 11. Отличие сегодняшней площадки, на которую коллеги приезжали, белорусские, в том, что это пункт, впервые созданный после создания национального оператора. Нам месяц назад было 10 лет, то есть как раз законно определенный переходный период, когда мы разворачивались, выбирали площадки, строили, был отведен ровно в 10 лет. Мы в этот срок уложились и сегодня мы вот, я очень горд тем, что я могу показывать, как бы не в той концепции, которая в предыдущие годы существовала, я не знаю, может быть кто-то из вас в технические туры ездил с нами туда, в Европу, и мы говорили, вот видите, как здесь у Андре сделано, и мы будем делать так же у себя. А вот сегодня мы можем сказать, что мы сделали не хуже, чем у Андре, а задача вместе с нашими коллегами с Ростехнадзора в том числе стоит, как следующие наши площадки сделать еще надежнее, еще качественнее и лучше. Поэтому сегодня мы показываем белорусским коллегам тот опыт, который есть, вот им только вот как раз предстоит создавать нас оператора, поэтому мы готовы помочь, чтобы они не повторяли наши ошибки, и наши промахи быстрее смогли реализовать свои задачи. Проект атомной станции, сооружения, он завершается, надеюсь, что мы в этом году второй энергоблок ведем. Первый выработал уже более 9 миллиардов киловатт-часов, вот, но с появлением атомной станции появляются и отходы, да, радиоактивные. Поэтому это та вторая глобальная задача, которую нам надо решить в ближайшей перспективе. Мы сюда приехали для того, чтобы ознакомиться с теми технологиями, которые здесь имеются по организации хранения радиоактивных отходов, по их обращению. Очень интересные технологии оцениться, и мы сегодня с нашими российскими партнерами, уже это не первый наш контакт в этой области, вот, имеем уже предварительную концепцию обращения с радиоактивными отходами в нашей республике. Сейчас нам надо, с нами приехали наша наука, Академия наук, приехал наш проектный институт, вот, регулятор министерства и атомная станция, которая будет являться основным поставщиком радиоактивных отходов, вот, для того, чтобы комплексно посмотреть, оценить, выбрать лучшие технологии, и найти уже подходы и подготовить некую дорожную карту тех работ, которые надо выполнить. Вот, с момента, как говорится, задумки до реализации проекта, такой подход у нас был, когда мы начинали атомную станцию, у нас такой план был сделан вместе с российской стороной, мы его организуем. Вот, вот это наша основная задача. Любой проект сопровождается еще созданием инфраструктуры общей, которая касается и подготовки кадров, и понимания проектных основ, и подходов к выбору места расположения таких объектов. Поэтому у нас такой взгляд более общий, как у регулятора. Прежде всего, мы, конечно, должны отработать и выработать целый набор требований, регулирующих требований, устанавливающих критерии по выбору и технологий, и площадки захоронения. Поэтому мы смотрим, как это работает в Российской Федерации, учимся у наших коллег. Конечно, среди нас здесь не было пока нашего визави Ростехнадзора, но, тем не менее, мы находимся в теснейшей связи с нашими коллегами российскими, будем взаимодействовать. Но нам надо понимать прекрасно, как работают технологии, как выбирается площадка, и вообще понимать, куда мы движемся. Ну, это фактически второй этап развития инфраструктуры безопасности в Республике Беларусь. Совместный визит акционерного общества ТВЭЛ и делегации Республики Беларусь на предприятие госкорпорации «Росатом» на Уральске – это продолжение сотрудничества в сфере атомной энергетики. Гостям также продемонстрировали современные технологии Уральского электрохимического комбината и развитие перспективных неядерных бизнесов, накопление энергии, 3D-печать, производство каталогических систем, нейтрализации отработавших газов, автомобилей и другие. Мария Антонова, Павел Сизов. Объектив. Итоги. Сотрудники госавтоинспекции Новоуральска выражают благодарность гражданам за активную позицию и оказание помощи в поддержании правопорядка на дорогах города. 22 апреля в ходе мониторинга в одной из групп социальной сети ВКонтакте была выявлена видеозапись, на которой зафиксировано грубое нарушение правил дорожного движения водителям автомобиля Мазда. Видео демонстрируют, как водитель создает аварийно опасную ситуацию на нерегулируемом пешеходном переходе, расположенном на Первомайской. В результате проведенной проверки сотрудниками госавтоинспекции был установлен правонарушитель. Им оказался мужчина 1948 года рождения. В отношении него составлен административный протокол по статье 12.18 КОАП РФ «Непредоставление преимущества в движении пешеходами или иным участникам дорожного движения». Санкция данной статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 1,5 до 2,5 тысяч рублей. Уважаемые участники дорожного движения, обращаются инспекторы ГИБДД. Соблюдайте правила дорожного движения, будьте предельно внимательны и взаимовежливы. От культуры поведения на дороге зависят жизни людей. Если вы стали очевидцем нарушения, то можете зафиксировать его с помощью электронных устройств и направить информацию об этом нарушении в отдел ГИБДД Новоуральска или предложить новость на странице информационная служба ОГИБДД ВКонтакте. Наш город давно славится своими культурными традициями. Особую роль играют музыкальные практики. В Новоуральской школе искусств собраны уникальные коллективы, в которых ребята могут выступать не только сольно, но и выходить на сцену вместе с целой группой единомышленников. Концерт представителей хорового общества показал свою красоту совместного музицирования ребят и педагогов детской школы искусств. Весенний и долгожданный. Именно таким стал для зрителей, выступающих этот концерт. Зал детской школы искусств заполнился слушателями, которые скучали по массовым и культурным мероприятиям в городе. Вечерний концерт хорового общества посетили родители, чтобы поддержать своих детей. Вновь увидеть их на сцене и насладиться голосами, звучащими в унисон. Что делает нас сильнее некоторых традиций. И вот то, что в течение двух лет традиционные весенние встречи не проводились, не сделало школу другой. Она сделала жизнь другой. Я сегодня не просто рада быть на этой встрече, я думаю, вы со мной согласитесь. Я счастлива сегодня видеть детей. Они очень изменились за три года. Но они, думаю, также ждали этих встреч, ждали весенних концертов, хотели показать себя и увидеться с нами. Для нас это очень волнительная встреча. Мы тоже готовились. И я хочу сказать слова признательности коллективу нашей школы, преподавателям, концертмейстерам, кто сегодня с таким трепетом подготовил эту встречу для вас, всем нашим службам. И, конечно, мне кажется, те слова, которые сегодня прозвучат и уже прозвучали с нашей сцены, они расскажут нам о всем, чему надо следовать и как надо жить. Своим творчеством поделились хоровые коллективы детской школы искусств. Ребята не один год занимаются по предпрофессиональным образовательным программам, хоровое пение, фортепиано, струнные, духовые, ударные и народные инструменты. ПЕСНЯ В тот вечер на сцену вышли даже самые юные ученики первого класса музыкальной школы. Ребята только начинают свой творческий путь, поэтому оказаться на сцене для них еще более волнительно. Хор исполнил тихую песенку Георгия Струве. ПЕСНЯ Каждый хор удивителен и уникален, ведь для ребят это совместное занятие и выступление, общее дело, результат которого будет услышан в зрительном зале. Композиторы классики придавали большое значение хорам, создавая для них все новые произведения. А в детской школе искусств преподаватели сохраняют многолетние традиции, обучая ребят классической хоровой музыке. Валерия Конева, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. Существует крылатая фраза «Есть короткие пути к счастью» и «Танец» один из них. Это известное выражение в полной мере разделяют выпускницы, воспитанницы и руководитель студии свободного танца «Грани» Галина Иванова. Этот народный коллектив хорошо известен новоуральцами не только, ведь он существует более 30 лет. В ДК «Новоуральский» состоялся долгожданный концерт студии свободного танца «Грани», который из-за коронавируса переносили несколько раз. В зале нет свободных мест. Это и неудивительно, ведь коллектив «Грани» любим многими поколениями новоуральцев. Долгожданный концерт наконец-то удалось провести и вновь воочию встретиться со зрителем и подарить свои необыкновенные танцы, эмоции и творчество благодарной публике. «Грани» «Знаю я, что мне необходимо, мне не нужно долго вспоминать, я хочу любить и быть любимым, я хочу, чтобы не валяло мать, чтоб на нашей горестной планете только звезды падали с небес». Коллектив был основан в 1990 году. Выступления студии «Грани» отличаются собственным стилем, оригинальностью постановок, артистизмом исполнения, современными, со вкусом выполненными костюмами. Все это делает коллектив популярным среди самой разной зрительской аудитории. Студия свободного танца успешно представляет Новоуральск на российских областных фестивалях и конкурсах. За годы существования коллектива бессменный руководитель Галина Иванова сумела преобразовать небольшой по численности балетный кружок в настоящую хореографическую школу, работающую как в классике, так и во многих направлениях современной хореографии – джаз, модерн, свободная пластика. «Это абсолютно новая работа. Режиссером у нас является Смирнов Сергей Владимирович. И это абсолютно новый спектакль «Хрупкость бытия», где можно испытать эмоции, можно и посмеяться, и поплакать, и поудивляться. Мы же для этого работаем, чтобы зритель получил эмоции. Я надеюсь, что сегодня зритель получит эмоции в полном объеме. Я на это рассчитываю». Сейчас в репертуаре студии «Грани» около 40 концертных номеров, в том числе несколько совместных постановок с другими коллективами «Дома культуры». Настоящий танцевальный вернисаж под названием «Хрупкость бытия», хореографические картины подарили гостям «Дома культуры» в этот день воспитанницы народного коллектива студии «Свободного танца «Грани». «Очень понравилось, очень. Мы не первый раз обычно стараемся не пропускать, поэтому мы в восторге. Галина Александровна, как всегда, нас поразила просто». «Приходили посмотреть на старшее поколение и на своих, поэтому вот все очень понравилось, классно было, разные танцы абсолютно, хоть и современные, но, в общем, нам очень понравилось». «Что бы вы пожелали коллективу «Грани»?» «Ну, как всегда, творчество, просветание, побольше участия в конкурсах, побед, всего хорошего». На юбилейном концерте собрались коллеги, воспитанники студии, их близкие. Приятным сюрпризом стало выступление и выпускников, которые даже спустя годы продолжают жить в ритме танцам. «Когда Галина Александровна предложила поучаствовать в этом концерте, то мы все без раздумья согласились, потому что это для нас такая замечательная возможность снова окнуться в эту атмосферу и, в принципе, вновь почувствовать себя, можно сказать, на большой сцене, снова погрузиться в репетиции, вот в эту некую рутину, которая остается для многих за кадром. Никто не знает о том, как происходит подготовка к концерту, но на самом деле это такой очень приятный момент для всех танцовщиков». Подробности мы расскажем в четверг в тематической программе, посвященной большому отчетному концерту коллектива «Грани». Здравствуйте! Меня зовут Арина Холдова. Я хожу в детский сад номер 9 «Золотой петушок». Однажды мы с мамой смотрели фильм про Великую Отечественную войну. Там взорвались снаряды, гибли солдаты, плакали люди и горела земля. Я сказала маме, как вы можете смотреть такой ужас? И мама ответила, так именно этот ужас пережили твои бабушки и дедушки, чтобы мы сейчас с тобой на земле жили мирно и дружно. «Твоя бабушка Юля была на войне, и мне стало интересно. Я попросила маму рассказать мне об этом. Это моя прабабушка Черник Юлия Фоминична. Она родилась 5 октября 1923 года. Весной в 1941 году она закончила 10 классов, и ее отправили учиться на курсы пионерных вожатых. Потом месяц учебы закончился, ей дали группу маленьких детей и отправили в летний лагерь под городом Алматы в Казахстане. В середине смены бабушка Юля вспоминала, как в летний лагерь прискакал черный конь, а на нем сидела девушка в военной форме. Она поставила коня на дыбы и закричала. Началась война. Все здесь заплакали, запаниковали, закричали. Но никто не знал, что такое страшное слово «война» уничтожит в жизни миллионы людей и будет длиться долгих 4 года. Когда бабушке исполнилось 18 лет, ее обучили на медсестру и отправили на фронт в Ивако-госпиталь. Это такая больница для раненых солдат. Там бабушка Юля помогала делать сложные операции врачам, обрабатывала и перевязывала раны. Девчонки даже во время войны оставались девчонками. Вечерами, во время затишья, они старались красиво нарядиться и делать красивые прически. Они устраивали для солдат концерты, читали стихи, пели песни, танцевали, чтобы поднять настроение раненым солдатам перед тяжелыми операциями или после них. Сохранилась у бабушки одна интересная фотография. Там она сфоткана с маленьким мальчиком. Его родители погибли во время бомбежки, а он запуганный, голодный, прятался в развалинах своего дома. Но потом его нашли солдаты и взяли к себе. А бабушка Юля с девочками медсестрами перешили ему солдатскую одежду и даже пилотку на голову подарили со звездой. У каждого дома оставались свои дети, младшие братьки и сестры, по которым солдаты сильно соскучились. Поэтому каждый старался уготить его чем-нибудь вкусненьким и придать честь к своей любви. А девочки медсестры окружили его заботой и лаской. Он был настоящим сыном полка и даже после войны поддерживал с ними связь, как вспоминала бабушка. Всю войну бабушка прослужила в 167-м авиаполку. А осенью 46-го года бабушку Юлю демобилизовали и как участника войны наградили медалью за победу над Германией. А после войны бабушка закончила институт и работала судьей города Петропавловска. Всегда добрая, улыбчивая, жизнерадостная и тяжелые и страшные годы войны не смогли изменить ее характер. Наша семья бережно хранит все документы, военные фотографии и медали бабули. А в семейном архиве даже есть книга, в которой на одной из страниц есть бабушкина фотография и описаны ее военные годы. А для будущих поколений мама собрала все документы и фотографии в один стенд и оформила его в нескольких экземплярах, чтобы все правники, живущие в разных уголках нашей Родины, смогли запомнить и рассказать это своим ребятам. Уже третий год, 9 мая, мы с семьей пошли к бессмертному полку, чтобы почтить память всех людей, которые отважно сражались за нашу Родину и запустили в небо белых голубей, как символ мира и дружбы между всеми людьми, живущими на нашей планете. Завтра в 19.30 на канале ОТВ смотрите программу «Грани». Разговор пойдет о территориях, которые претендуют быть благоустроенными в первоочередном порядке в Новоуральске в 2023 году. В 20.00 выпуск новостей «Объектив». На этом я с вами прощаюсь. Плодотворной рабочей недели и хорошего весеннего настроения. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин